Видео снимается специально для канала Все о стиральных машинах и бытовой технике. Всем привет! Сегодня мы поговорим о типах варочных панелей, какие они бывают, какие у них плюсы и в чем их различия. Начну я с индукционных панелей, поскольку у меня самая, как вы видите, индукционная плита, и расскажу в чем ее особенности. Какой принцип работы индукционной плиты? Под закаленным стеклом есть катушки, на которые подается переменный топ. Он создает электромагнитное поле, посуда, которая обладает магнитными свойствами, на ней нагревается. Нагревается сама посуда, сама вот эта вот конструкция не нагревается, поэтому такая панель считается одной из самых энергоэффективных, у нее высокий КПД, и, в общем-то, за это ее любят пользователи. Как мы можем проверить магнитные свойства посуды? Ну, очень просто, конечно, к ним должен магнититься магнитик любой. Вот, как видите, магнитится. Значит, эта посуда подойдет, и она сработает. Эта посуда, которая не подходит, она просто не нагреется. То есть вы поставите ее, и, включив плиту, не увидите никакого результата. Кроме индукционных плит, которые выглядят вот так, примерно так же выглядят и электрические плиты, у которых под стеклом керамической поверхностью находятся тоже круглые конфорки, а под ними находятся спирали нагревателя. Да, спирали нагревателя разогревается, она разогревает поверхность, и от поверхности уже нагревается сама посуда. Здесь принцип действия немножко другой, ну, радикально другой, да, и поэтому здесь создаются уже отличия и в энергоэффективности, и в том, насколько она опасна становится тем, что разогревает, ну, электрическая именно плитка, да, то, что она разогревает вот эту поверхность, то, что она очень раскаленная, прям как кипяток, на нее нельзя дотрагиваться, в то время как это нагревается от посуды только, да, и она потом быстро остывает индукционная, и края, на которые не расположена посуда, практически не нагреваются вот эти вот места. Ну, в общем, у индукционной есть свои плюсы, и отличается она, конечно, от электрической радикально. Ну, еще больше отличается от этих плит, и даже по внешнему виду, это газовая плита, газовая поверхность. Газовые плиты мы все знаем с детства сегодня, они также пользуются популярностью, поскольку сама по себе поверхность, она дешевле, чем электрическая, чем индукционная. У них есть плюс в том числе, что и газ дешевле, чем электричество, которым питаются вот наши электрические индукционные плиты. Они не так, скажем так, хрупки в использовании, да, несмотря на то, что такую плиту намного проще мыть, да, она декоративнее смотрится, но газовая плита, она не такая хрупкая, если, скажем так, мы не удержим ковшик, и он у нас упадет, или упадет у нас ложка из шкафчика, который выше стоит над плитой, то, ну, в общем-то, с газовой ничего не случится, а вот такая поверхность может уже быть фатально повреждена после такого недоразумения. Вот, в общем-то, такие типы варочных поверхностей есть сегодня на рынке. Есть, кстати, сегодня еще и совмещенные варианты там, где есть и газовая, и электрическая комфорка. Ну, это так называемый газ на стекле, достаточно дорогая штука. Ну, для ценителей, да, кому хочется и то, и то одновременно иметь. Не знаю, насколько это актуально, но, в общем-то, тоже имеет место быть. Я надеюсь, что видео было для вас полезно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всего хорошего. Всем пока. И видео принадлежит каналу о стиральных машинах и бытовой технике.